Ну что, друзья, всем еще раз привет! Игра под номером 2, четвертьфинал Asus Open По Dota 2, соответственно, команды Empire против Somehow Пик у нас прошел практически Остается каких-то буквально несчастных Десяток секунд И мы узнаем Кто же На каких героях будет играть Если так можно сказать, конечно Ну что, последний пик Ну вот совсем чуть-чуть остается И ребята из Empire Возьмут Этого самого героя Кто же это будет? Я не знаю Не переставляю Да, это Beastmaster Ну все, начинаем играть Итак, еще раз Somehow Против Empire Сомхау Лишрак Чен Тинкер Баунтихантер И Баланар Empire Сила Бер Хаус Найт Виномансер Энигма И Бистмастер Напомним Это игра Под номером 2 В противостоянии Best of 3 Первая игра Осталась за ребятами Из Empire Но было очень много Интересных аркад И Стоит, конечно же Посмотреть первую игру В виде вода Воды появятся Саус Эм Скоро Ну Как Саус Эм Скоро Я думаю Чуть Чуть ближе к концу Игру Воды у нас Точно появятся А может быть Ближе к вечеру Посмотрим В общем Вот Но Будем смотреть Вот мне интересно Кто этот парень Играющий стендингом За команду Сомхау Который отправляется Соло мид В очередной раз Вот Не знаю Это Не часто увидишь такое Что Чувак на правах Стендинга Играет Соло Здесь имеется у нас Скандал Который купил себе Ботл Просто Своё видение Дота демонстрирует Ребята Абсолютно У каждого Своё Но Решили на Верочку Играть И Джакал Снова играет Хаус Найтом Очень хорошо Он отыграл В прошлой игре И В этой игре Судя по всему Есть у него шансы Зажарить Ещё раз Кстати Здесь Интересуются Где взять Треклист Где взять Треклист С стрима Песни Которые играют Ребята Всё что играет Она у меня В паблике В контакте Конечно Вк.com Слэш МТР Сфо Ю Вместо Фо Четвёрочка Вот там Это всё И есть В группе Ну что Можно уже оглашать Я думаю Лайны И всё Тому подобное Эмпайр Джакал Играет Хаус Найтом Стоит на топе Эмпайр Always Wanna Fly Играет Веномансером Будут номинально Находиться тоже В районе топа Безмансер Мит Эмпайр Скандал На ботоме Blow You Brain На Сила Берри И не хватает У нас и Нимина Которые играет Джеймс Которые судя по всему Будут стоять Стендин Рейвен Играющий за Сом Хау Играет Тинкером На меде Будут стоять Против Беста Откуда-то у него С первого левела Марш Уже Марш Уф Мэшенс Уже Поюзанный На Хардлайне Команды Сом Хау Боец на Хардлайне Снова Джерри Снова С чудесами в лесу Снова Как и в прошлый раз Будет видимо Уходить Оставлять Хаус Найта В Соло Фармить Да и просто Он стоит здесь Получает Опыт Вот так вот Так вот Интересно Играет Джерри Забавно Ну и на боте Трилейн Так называемый Ну Дабл лейн С лесным ченом На чене играет Чоми Джастеррор Играет Лешваком И Макдесс Также Стендинг Команды Сом Хау Играет на Баланай На Найт Сталкере Вот так вот Уже вывезал Свой боттл Скандал у нас На меде Посмотрим На расстановочку Вардов Вот такой Лайнвард Имеется у ребят Из Эмпайр Такой классический Второй вард Что же касается Сом Хау Такой вот Вард номер раз Вард номер два Мешающий Спотить Пулить Еще у кого-то Где-то имеется Ага Да И вот еще Поварда Здесь У ребят И посмотрите Уже пошли За Тавр На боттл Ребята Из Сом Хау Полишраку Сейчас заезжает От Тавра И сейчас Блава Если немножко Нет Не просто так Ну Конечно Если бы чуть больше Левел был Можно было бы там Медведем Накуролесить Против Лисака Который схавал Четыре ореха От Тавра Было бы конечно Очень забавно И весело Но Тем временем Продолжает По чуть-чуть Получать опыт У нас Джерри Хоть какой-то Опыт Хочет он все Заработать Но это Ни в какое Сравнение Не идет С тем Что Так Главное Не завтыкать В Сбларт Наша любимая Болезнь Ластхит Денайзер Второе Пятнадцать Все Энигмы Топовый Крепстан Конечно Там в лесу И вот он Первый Тавр Падает Пал Тавр Ребята Семхаус Такими конечно же Героями Забрали Тавр На ботами У нас первый Вот Ну а Эмпайр В свою очередь Эмпайр В свою очередь Пока что Фармят Пока что Фармят И Лайнятся Понемногу И опять Они никуда Не спешат И Оно понятно Вот Лично в моем представлении Дела обстоят как Дела обстоят Очень просто Нормально Лайнятся Ребята из Эмпайра Им пофигу На эти аркады Которые постоянно Устраивают Ребята из Сомхау Почему? Потому что Не сильно ведутся На эти провокации Эмпайр И в конечном итоге Остаются в плюсе Конечно Да Если бы они играли Против Каких-то Мировых Грандов Которые бы Разводили Там Жестко Аркадили Влияли На В принципе Получение Опыта И галды Эмпайром Все было бы По-другому Но так как В классе Конечно Команда Эмпайр Выше Они просто Не ведутся На эти провокации В плюсе Выходят Сухими Из воды Даст Находят Джерри Три секунды Стана И вот он Потенциальный Фестблат Закрывает его Еще Надо драться Надо лезть дальше Нужно Нужно Юзает Стики Ой-ой-ой И вот он ФБ Очень Неплохо Сыграл Там В моменте У нас Джерри Он был Буквально Близок Где то Что сделать Сейчас Плотзам Но нет Все Оказалось Все прошло Гладко По накатанной И ПБ Остается За командой Эмпайр И в ответочку Ребята Эмпайр Отправляются Кушать Тавр Сюда возвращается У нас Баунти Хантер Но Ничего Он не сможет Делать Кроме как Попытаться Седая Тавр Чего тоже Он не будет Делать Потому что У него На кулдауне Остался бы Его Инвиз Называемый Шэдоу Волк Стоило бы Ему Вылезти Из Инвиза И Была бы Уже Пора Денеж Была бы Проблем Ну а Джастеррор Тем временем Переместился Лишрак Переместился На мид К синкеру Видимо В надежде Погонять Беста Бест кстати Обузит банку Вот уже Полетела банка И летит еще Медалька Вот не знаю Бестовская Лето медаль Но я не удивлюсь Да Вот так вот Уже Появляется Медалька Ну а Здесь Очередной Килл На Боде Опять же Лучерри Опять его Ошлепали Видимо На этот раз Был завязан Даст под номером 2 2-0 В этот раз В пользу Эмпайр Напомню В прошлой игре Начиналось Счет Был не в пользу Эмпайр Благодаря удачным Успешным аркадам Ребятам Сумхау Сумхау Но сейчас Конечно Немножко Остаются Дела По-другому Еще раз напомню Что после этого матча Мы будем смотреть Игру The Nation Против победителя Данной пары В то время Как параллельно Матчей Virtus Pro Играет Против SFZ И Если Если Ребята Из Virtus Pro Расправят SFZ То в следующий Свой матч Они будут играть Аж в субботу Потому что Второй полуфинал Перенесен У нас По времени На Субботу Еще раз Напомню Но Насколько я знаю Там Параллельно Матча нет Ладно Не буду спойлить Резулт Но Я там Что-то знаю Но не скажу Ну что Пока что Все Спокойно И планомерно Развивается Для Эмпайров Здесь Вот Бист на хате Забежал Топоры Как четко Макдес По таймингу Дает Сайленс Но С чем Дело не закончилось И это Третий Килл В актив Команды Байбэк Делает Найт Сталкер Макдес Понимает Что там Был ТП Аут Собирается Он за кем-то Бежать Что-то Фармить Никогда Не понимал Оправданность Таких Байбэков И полурейдж Байбэки Ну А Здесь Просто Лишрак Подходил Пытался Что-то Здесь Делать Гангать Но Байбэк Это Бесполезный Но Возможно Просто Фанятся Ребята Им Типа Реально Очень Весело Я не знаю Возможно И так Ну Еще раз Всем тем Кто Собрался Здесь На стриме Сегодня Я хочу Напомнить Что Комментирую Для вас Матрикс В то время Как Каспер Испытывает Какие-то Проблемы Со здоровьем Авелат Готовится К Интернешнл Вот так Вот Также Напомню Что Интернешнл Начнет Своё Шествие По Миру Чуть Более Чем Через Трое Судок Воскресенье Вечером Ну По-моему 18 Сет Уже Где-то Вот Приблизительно Так Ну Я Конечно Уточню Все эти Детали Ну И тем Временем Вернемся В игру На ботами В погоне За силобером У нас Ребята И SFH Сюда же Влетает Скандал Стан Виномансер Харасят Ребята Найтсталкера Найтсталкера Телепортирует Нужна Еще Какая-то Тычка Вот она Тычка Не уходит Никуда Найтсталкер Это Килл Топорами Прорубают Попадают В поле Широку Будут Стараться Еще Гнаться За Лешин 0-4 И счет И это Судя По всему 0-5 Хотя Нет Под треком Делает Важный Килл Сэри Начинают Чуть-чуть Получать Голду Ребята Ребята Сгрыдают Еще Одного Но Умирает И самый Два Килла Первых Два Киллара Зарабатывают Себе В актив Ребята И Забавно Забавно Конечно Ничего Не скажешь Но Тем Время Как и в Прошлой Игре Вот Какая-то Взаимное Понимание Здесь у Ребят Отправляются В пик Т3 Тауэр Ну А чего Нам В прошлой Игре Ровно На такой Минуте Он Упал Но В этот Раз Он Не Упал А Здесь Куда-то Летит Найт Сталкер Но Из-за Того Что Маны Немного Не Не хватает Джакалу Энигма С Хаосом С Блэкхол Вдвоих На развороте Дайвят Будут Пытаться Убить Хоть Кого-то Но Нет Никого Не Убивают Достаточно Мана Реалити Лиф Сюда Летит 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 Очень Хорошая Попытка Очень Хорошая Попытка Вот Ребята От Эмпайры Большие Проблемы Сейчас будут У Хаоса Потому Что Под Дабл Дэмэджем Под Джинадой Пилят Его И Ракета Еще Прилетает Это Третий Килл В актив Команды Сомхау Прикольно Прикольно Ребята Подсобрались Очевидно Очевидно И понятно Прикольно Не Ну Вообще Забавно Забавный Расклад Ну По Крипам Тоже Еще Не Все Совсем Понятно Энигма Топ Один Потому Что Она В основном Все Время Проводит В лесу Хотя Хочу Обратить Ваш Георито Что На 9.5 Минус 48 Крипов Это Глобовато Крипстат Вообще Для Топ Крипстата Во всей Игре Ну А на Ботоме Ульт В Чена У Чена Чен Отстанивается И Крипст Уже Здесь Ничего Не Сделают Могут Конечно Они Забрать Хотя Б Штраф Хотя Б Хана Кентавров Но Наверное Не Пройдет И Этого И Сейчас Нужно Ребятам Убегать Потому Что Сюда Прилетели Прилетел Сюда Баланар Еще Один Телепорт Здесь Уже Перекрывает Баунти И Скандал Умрет Скандал Умрет И Уже Или Нет Здесь Конечно Нормально Степ Аут Сделал Силабер Честно Говоря Очень Забавно Очень Забавно Забавен Мне тот Факт Что Ребята Из Эмпайрса Будет Допустя Несерьезные Ошибки Честно Говоря Ну Я бы Сказал Не Серьезно Совсем Ну Вот Сейчас Флай Встретил Чена И Флай Не Попал Гелем Это Просто Эффект Поисон Стин Третий Спел Второй Спел Точнее Динамантера Отправляются Тауэр На Меде Ребята Сомхау Здесь Опять Встреча На Эльбе Опять В очередной Раз Матвия За Баунти Опять Баунти Без Маны Упаньки Какой Образон Видели Там Баунти Нет Просто Уходил Он Минвест И Получился Там И Честно Несуразные Файты Происходят Непонятно Кто Кого Вообще Че Делает Бьет Ну Вот Он Первый Отъезжает Тинкера Тинкера Будут Пытаться Забрать Под Медалькой Очень быстро Отъезжает Тинкер Молодцы Эмпайр Выстояли Эту Непростую Напряженную Позиционку И Все-таки Сделали Тот самый Килл Разменяв По итогу Виномайсера На Тинкера Что Есть Очень Даже Неплохо Да Суммарно Это Конечно Хорошо Потрясающе Ну Что Доблюдаем Мы за тем Кодилеши Фармить лес Такое Занятие Довольно Скучное Но Вот сейчас Может быть Что-нибудь Состоится У нас В очередной Раз Или нет Ну Здесь Конечно Стоит Вард И Ребята Из Эмпайр Снимают Здесь тоже Обоюдный Вард И Хас Тоже На Хас Первый Энигма На Хас Опаньки Реалити Рип Стан Намазали Келлин Сейчас Магдеза Блэкхол Не дают Сделать Телепорт Лишь Раку Тут Как тут Баунти Нужно Бегает Ребятам Отбежает У нас Энигма Один в один Размен Финкер Тоже Вовремя Оказался На месте Даблкил Даже От Хаоса Вот так Вот так Что Уже Не один В один И что Убьют Убьют Да Умирает Еще и Баунти Это 2 в 3 Размен Ну вот Только Только Оказался Живым У нас Виномастер На котором Еще раз Напомню Уграет Флай Сразу же Отправили Его В Асфояси В Асфояси Имеется ввиду Конечно Куда В алтар В алтар Домой Дорога Смотрите Тинкер С брасером В прошлой игре Конечно Брасера Мы не видели Не знаю Зачем Брасер На этот раз Тинкеру Правда В этот раз Конечно Тинкер Совсем У другой Команды Ну что Побегут Сейчас Или не Побегут Внизу На Баланар Попытка Не пытка Здесь Чен Чен Не застанил Бис Тем временем Будет пытаться Заболевать Чена Чен Успевает Полечиться Тут как-то Селепорт Тинкера Очень быстро Съели Бисмастера Конечно Же Конечно Же Не будет Здесь Очень удобный Файт Для Эмпайр Хотя Разменялись Без стана Чена И нужно Нужно разбегаться Нужно убегать По сторонам Да В этой игре Конечно По собране Играют Ребята И somehow Стоит Это отметить Ну Тинкер Что же Что же Что же Вообще Без лазера Качается Тинкер Вот такой Классический Американский Тинкер Без лазера Ну а под шумок Внизу На ботами Команда Эмпайр Забревает Тавурок Еще раз напомню 8-10 Чет на 14 Минуте Игры И Как Следствие Думаю Что по голде Вот Что-то интересно По голде Эмпайр Впереди Причем На 4 тысячи Несмотря на то Что киллы Делаются Киллы Вот В ребят В команде Сомхау Делаются Под треком Вот эти вот Наверное Рывочки Это и есть Тот самый Пресловутый Килл Через трек Который Дается Дополнительный Голду И На топе Время Загулял Тинкер И его Просто Штрафанул Хаус На Очередной Килл Уходит В актив Команде Эмпайр Джакал Не прощается На хаусе Забавно Реально Просто Две игры Подряд Две игры Хаус Но Если дела Пойдут Таким же Темпом То Вероятно Увидим Мы В полуфинале Ребят Из Против Знэйшн Кстати Я Наверное Тем временем Вот Пока Напишу Ребятам Из Знэйшн Чтобы Они Уже Были Подбоком Чтоб Мы Могли Начать Пораньше Таким Образом У нас Будет Возможность Экономить Целую Час Если Вдруг Игра Закончится Еще Под 2 0 Но Тем Временем Тем Временем Что Делают Ребят Самхау У ребят Самхау Не Опнут Акура Вы Понимаете Это Опасности Это Опасности Ну И Все Приблизительно Поняли Прочухали Ребят Самхау Что Происходит Конечно Здесь Разбивается Рошан Уже Мало того Уже Увидел Это Даже Баунти Такое Вот Непонятное Супер На Вайлхоте Здесь Конечно Запустил Сминкер Свои Марши Можно Позраться Но Сначала Беги Рошана В надежде Что Заберет Рошана У нас Слабер Но Слабер Рошана Не забрала Эта Потасовка Продолжается По-прежнему Все живы Никто Никого Не убил Англежего Проблемы Могут У Хауса Ужирает Хаус Найт Но Тем временем Блаватом Конечно Забрал Себе Эджис И Вот Так Один В ноль Подрались Ребята Килл Забрали Сомхау Но Аегис Получили В свой Актив Эмпайр Так Конечно Мейнкерри Свою терять Не очень Приятно Здесь Куда-то Энигма Шла На Врыв Энигма Готова Врываться Энигма Сайлент Стан Энигма Энигма Была Готова Довать Блэкхол Но Блэкхол Не дала Там Все время Умер Литрак Блэкхол Энигма Перед Смертью Энигма Дала Не считая Хаоса 4 в 1 Точнее Считая Хаоса Да Конечно 3 кила Только что Здесь Произошло Что-то Посыпались Немножко Эмпайр Как-то Не подсобрались Не подсобрались Ребята Эмпайр 2-0 становится Счет В этом Эпизоде Игровом Если так Можно сказать Огонь Конечно Но Здесь В свою очередь Силабер Не теряет Времени По бист Еще одного Забрал Смотрелся Я на Силабера Забуцали Баунти Загулял Каким-то Образом Джерри И Пал жертвой Расправы Команды Эмпайр Ну Ублава Что есть Ублавы Ублавы Есть Двое Фейсбутсов Но Всего лишь 1500 Голды То есть Непонятное Инвестирование Средств Дайя Дайя Топ Товер 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 Дайя Тауэр Ну вот эту главу на топе, разыскали И сейчас будут пытаться убить Но у него есть аегерский мешин Пролетит сюда телекоморücksпит Сделают хотя бы хоть и не силу Я даже не знаю, Дайя там уже там Сделали, проблемы сейчас у Джастерера А тут ко мне врывается Билат. Не знаю, что он от меня хочет. Привет, Билат, как Билат. И все хорошо? Играют у нас, напомню, Эмпайр. Против мне Эмпайр. Эмпайр против Сэмхау. Джакала заберут или нет Джакала? Нет, Джакала. Джакала не забрали в этом моменте. 12-16 счет. Но в это время на ботаме опять ребята из Эмпайр на ботаме развлекаются против Тетки Тавера. Ультуют в Тинкера. Стэндин Рэвен сейчас будут отъезжать под медалькой. Буквально 4 стычки и все. Но здесь 5 депорты про левого скандала. Скандал опять не живет. Опять не живет скандал. 13-7. Куча экшен у нас в этой игре. Сэмхау против Эмпайр, еще раз напомню. И гонится Баланар. Игра под номером 2. Баланар гонится за Энигмой. Энигма. Энигма. Энигма сейчас будет убирать. Будет убирать. Энигма купила себе даггеры. Это главное. Да. 21-ая минута игры. 14-17 счет. . Иллюзион. Джерри просто прибежал, кинул трек. Джерри прибежал, Джерри кинул трек, Джерри... Джерри, Джерри. Не знаю, что из этого всего, конечно, выйдет. Ну, вижен он просто, просто нужен. Нужен, конечно же, вижен команде Сумхау, для того, чтобы быть более мобильными и быть в курсе. О, боже мой. Вот это да. Сколько сейчас всего, в том числе ульт бисмастера, влетели в Баланара. И как Баланар обманул. Это была всего лишь иллюзия. Вот это да. Конечно, прикол. Еще раз напомню, что после этой игры мы посмотрим с вами полуфинал, скорее всего, да, в котором победитель, ну как после этой игры, после этого матча, конечно же. Если сейчас выиграет Сумхау, будет совсем по-другому, извините, я оговорился. Если выиграю эту игру Сумхау, то еще увидим и третью. Но если Сумхау не выиграют, значит увидим и полуфинал. Зонейшн против Эмпайр. Но, в любом случае, я не против третьей игры, я хотел бы посмотреть на это все. Но, зная команду Эмпайр, думаю, что они не сильно хотят арканить и играть в третью. В любом случае, поглядим. Поглядим, что из этого выйдет. Отправляют, ребята, с Эмпайр, пушку, второй тавер. Но это, на самом деле, сплит-пуш, потому что бестмайнер с лабером здесь, но она возле вот таких, смотри, бацанчика. И Таурок отобревают буквально на халяву, ребята. Эмпайр, эмп, ну вот, не знаю, кстати, хочу обратить внимание на то, что сила Берта абсолютно не собирается, собирать, такая-то автология, да? Не собирается покупать радианс для по всему, судя по его айтемам. Почему? Потому что, видимо, здесь, там у Медведика имеется Мелштром, уже, также Яша, тоже забавный аспект. Ну, Найт Сталкер подобрал, здесь дабл дэмэдж. Ну, вот, мы все, 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 мы все. Сразу же, моментально включается Батл Край и Рэббит. И вынужден был сейчас отступать в этом игровом моменте Баланар. Пауза от ребят. Что-то, видимо, не так. Ну, а на правах рекламы я еще раз посоветую всем посетить мой паблик, подписаться на новости. Стараюсь постить что-нибудь уникальное. Конечно же, vk.com.mtrx4u, если бы точным. Вот, еще раз напомню, что чуть более, чем трое суток остаются до кикоффа за International 2012. Который будет интересным. Комментировать для вас на русском языке будет 4 русскоязычных комментатора. Я в том числе. Кроме меня, конечно же, МНС, Каспер и Вилат. Вот, надеюсь, что все разрешат свои вопросы со здоровьем, там, со всем. И все будет айс. Ну, а пока подвисла пауза. Даже не знаю, что бы глянуть такое. Все, возобновляется наша игра. Мы продолжаем. Еще раз напомню, игра под номером 2 на ваших экранах. 25-я минута игры. Обратим внимание на голду в игре. Все равно, все равно вдавливаем себя. Или все, вот, гадный. Дайр, ребята из Empire. Дайр, ребята. Молчен, еще набросил сеточку, 15-17 становится счет. Я не знаю, зачем Джеймс так нагло отыграл и просто во вражеском лесу. Он пошел стоять во вражеском лесу, абсолютно я не подозреваю. Ну, конечно, пофармит, но зачем именно прям совсем так нагло, вот это вот остается для меня загадкой. Кстати, вот Блава. Блава почему-то только сейчас полетел здесь вот собирать свои айтемы. Мог бы он и раньше прикупить эти все, эти все конформы, все же собрать, принести. Но, видимо, не собирались драться, не собирались, ребята, не собирались такой вот ключевой файт. Ну, а Блава здесь я собирал, но мне кажется, все, что можно было собрать. Что это за джевелин, я в принципе не понимаю. Это, наверное, башар будет. Блава это какой-то свой рецепт, свое видение вообще игры. Джевелин, на что именно, тоже непонятно. Почему только Яша есть, тоже для меня не ясно. Ну, вот что-то мудрее. Дан Фаер, что-то он видит, знает, при чем все это, в основном, медвей. А медвей под номером 2, так скажем, да, именно. Именно медвежонок. В нем толком ничего нет. Фызы и ТП еще. ТП так просто, на всякий случай, бегает, в резерве носит. Забавно. Тоже очень прикольно. Ну, прикольно. Вот таких игр много чего интересного посмотреть по файтам, так сказать, можно. Ну, вот, мне больше всего интересно, как сейчас будут развиваться события. Потому что, откровенно, мы понимаем, что судьба игры будет решаться в следующих файтах. Но пока что, пока что она еще не решена. Не совсем решена. Я, на самом деле, реально удивлен, почему так сильно залетают по голде ребята из... Somehow, учитывая, что делают некоторые киллы по трекам. Также я очень удивлен тем аспектом, что не играет за команду Red, который был заявлен в состав. Причем, это меня больше не удивляет. Вот. Ну, а здесь под шлок. Ребята из Афай решили обрит Рошана делать. Подбирать, и не все равно никак среагировать, ребята, и самхау. Аэкс подбирает, конечно же, Сулабер, которого куча всяких не до конца дособранных райтам. Вот, мне больше всего интересно, что это может быть Яша. Уже ли он будет на этого большого подведя делать манту, вот. Может, это Сэнджин Яша. Ну, блин. Вообще, забавно. Прикольно, здесь колбасит еще. Крэйпер Бора. Он там что-то толкался, мордой в стенку. Как будто коту хвост сломали, и он там бежит куда-то. Ну, блин, тоже забавно. Дикольно прикольно. Ну, пошел у нас в файт. Находим друг к команду. Первый сел отъезжает. Флайк. Влетает на них. Подаем флайк-кол. Троих. Троих. Ну, нормально. Не на домашние ребята. БКБ включает. Баланар. Чен тем временем уже отъехал. И Шрак также отъезжает. Это 3 в 1 в пользу Эмпайр. В этом файте будут у нас еще за Баланаром. Ну, ночь. Ночь. Неужели сейчас будет день и Баланара догонят? Нет. Не так легко, не так просто. Были готовы к этой драке Эмпайр. Эмпайр подрались. Очень даже неплохо. Эмпайр 16-20 счет. И отправляются ребята, наверное, кушать уже базу. Потому что, ну, я думаю, вы понимаете. Ситуэйшн, который сложил нам. Заканчивается. Переводчик хотят на фоне тинкера. Очень быстро расплеивается тинкер. Непонятно, что он же умного это делал. Вот. Байк Б. Ну, надо чинить бараки. Ребята, не уверен, что это не получится. Догрызут, наконец-то, этот барак. Весь этот пересок, этот пол. Да, первый барак на медея упал у ребят из Савхау. И уходят, уходят отсюда Эмпайр. Мне, кстати, просто был актуальный вопрос. Где можно посмотреть трансляцию с интернет-шоу 2012. Не знаю ли я мест в других городах. Нет, я нигде не знаю ни одного места, что можно было посмотреть. Но я точно знаю, что мы, конечно, не играли. И для этого нужно быть в Киеве. Такие вот дела. Смотрите, здесь Джерри оказался возле Энимо. Джерри, казалось бы, нападай на Энимо, дерись. Но он не поспешил. Не поспешил, оценил ситуацию. Понял, что там есть Мека, там есть Стик. И не напал. Если бы напал, конечно, Хаус его припечатал бы. Хаус там пробегал мимо еще раз, если вы не видели в этом моменте. Ну и что, тридцать первая минута игры. Шестнадцать, двадцать, один. Сто восемьдесят три крипа об лавой. Впереди по голде у нас, конечно же... Это Джерри попутал, отъезжает Баути. А где же станк Тинкера? А это, возможно, начало конца пытается сделать телепорт. Да, уйдет он, конечно, в тридцать первая минута, был телепорт. Чен спасает своего Тинкера. Ну а здесь Баланар непонятно зачем, непонятно за кем бегал в БКБ. БКБ у него закончилось еще раз. Тем временем там побрили лишрака очень быстро. Баути, я так понимаю, выкупился. Сейчас еще побреют члена. Совершенно не совершают. Совершенно не совершают ошибок ребят из Empire и планомерную 16-24. Ну а здесь погоня. Гонят в сторону своей базы двух героев из Сомхау. ГГ пишет Just Terror. Да, посыпались, не хватило напора. Буквально чуть-чуть ребятам из Сомхау. Они были уже буквально готовы. Буквально были готовы, ребята. Потащить эту игру, но совершили ряд фатальных ошибок и игру не потащили. Стан. Заход. БКБ. Балеший. Ну и врага. Леший отъехал. Да. Судя по всему, это игру играет Empire. И получается, что начнем мы наш полуфинал на час раньше. Соответственно, через 20 минут не был. Так, ГГ, ГГ, ВП, Браво, Эмпайр. Отправляются они в игру против Нейшн Эмпайр против Эмпайр против Эмпайр против Нейшн Эмпайр. 20 минут. Сейчас 20 минут. Сейчас 20 минут, 20 минут. Не пропустите. Хотя, конечно, в этой игре подлежат все. Да, вот оно. Вот оно, ГГ. ПП. Видите, прокал. Я вас оставляю наедине с Мурочкой. И уже через 20 минут вернусь к вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.